Здравствуйте. Глава государства принял министров внутренних дел Содружества независимых государств. Приветствуя глав МВД, Садыр Джапаров отметил, что в век глобализации технологического прогресса, чётко понимая современные реалии, необходимо прикладывать все усилия для обеспечения мира и спокойствия в евразийском пространстве. В этом контексте Министерство внутренних дел Кыргызской Республики обеспечивает решения поставленных в правоохранительной сфере задач. В Министерство внутренних дел Кыргызской Республики за последнее время проведено ряд организационных и иных мероприятий, направленных на охрану правопорядка, борьбу с преступностью, обеспечение безопасности населения, создание условий для мирной и стабильной жизни граждан. В рамках реформирования органов внутренних дел Кыргызстана во всех регионах Республики функционируют передвижные приемные милиции, центры и пункты предоставления государственных услуг по принципу единого окна. Государство на постоянной основе работает над улучшением материального и социального положения сотрудников внутренних дел, и в рамках этого в городе Ож завершено строительство 240-квартирного дома для сотрудников милиции. Завершается строительство нового здания войсковой части 707 внутренних войск МВД. Садыр Джапаров отдельно акцентировал внимание присутствующих на важности активизации сотрудничества в сфере трудовой миграции в качестве как одного из приоритетных направлений взаимодействия. Глава государства подчеркнул, что для Кыргызстана важны вопросы, связанные и с миграционной политикой, в частности, обеспечения свободы и пересечения внутренних границ содружества. Уважаемые друзья, мы должны действовать солидарно, быть готовы к любым внутренним и внешним факторам, а также вызовам и угрозам в целях сохранения стабильности и мира в наших государствах. Необходимо отметить, что в рамках СНГ Совет министров внутренних дел является одним из важных и эффективно действующих механизмов в этой сфере. Для Кыргызстана важны вопросы, связанные и с миграционной политикой, в частности, обеспечения свободы пересечения внутренних границ содружества. Призываем к активизации сотрудничества в сфере трудовой миграции в качестве приоритетного направления взаимодействия, важность которого обусловлена сохранившимися узами дружбы. Президент отметил, что в рамках реализации мер по цифровизации в настоящее время в общественных местах Кыргызстана установлена 2141 видеокамера. Из них 200 видеокамер отслеживают криминогенную ситуацию в стране в онлайн-режиме через единый центр оперативного управления. До конца года запланирована установка еще более 240 видеокамер. Также в текущем году создано отделение по информационно-техническому обеспечению и борьбе с преступлениями в сфере IT-технологий. Важность безопасности в сфере IT отметили и присутствующие на встрече главы МВД Содружества. Сегодня, как вы подветили, мы живем в веке интернета, где любой человек может стать информатором и любой человек может дезинформировать. И в итоге может случиться то, что случается неожиданно беспорядки, к сожалению большому. Конечно же, это же обязывает нас, полицейских, сотрудников внутренних дел, быть всегда на чеку. И сегодняшнее заседание, это вы правильно подметили, что шаг вперед в сторону по борьбе с транснациональной организованной преступностью. Конечно, мы должны общаться для того, чтобы быть на шаг впереди преступности. На сегодняшний день мы знаем, что все развивается, все уходит в цифру, в интернет. Поэтому мы должны обмениваться мнениями, обмениваться теми проблемами, которые существуют в наших республиках. Рано или поздно проблемы у всех практически похожи, одинаковые. И что касается трудовой миграции, и что касается незаконного оборота наркотиков. Поэтому все эти вопросы, которые существуют, мы сегодня говорим. Уверен, что на площадке в этом прекрасном месте мы решим эти проблемы, которые были намечены. Садыр Джапаров отметил расширение сотрудничества с зарубежными партнерами в многостороннем, двустороннем форматах, в том числе и со странами СНГ. Президент выразил уверенность в том, что сегодняшнее совместное заседание является еще одним шагом, способствующим развитию взаимодействия в борьбе с преступностью. Сегодня в условиях санкционного давления на государство СНГ, попыток посеять зерна межэтнических разногласий, вот такие вот добрососедские, партнерские отношения, они являются действительно залогом сохранения мира, стабильности в наших государствах. И площадка Совета министров внутренних дел СНГ, она всегда была рабочей, где обсуждались и обсуждаются самые такие вот злободневные вопросы борьбы с трансграничной преступностью. Даже вот если посмотреть на сегодняшнюю повестку дня, что там отражено, это борьба с экстремизмом, борьба с терроризмом, борьба с киберпреступностью, торговлей людьми, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотиков, то есть все те направления, над которыми мы трудимся постоянно. В деле обеспечения общей безопасности и стабильности не менее важным является продолжение взаимодействия органов внутренних дел Содружества по обмену информацией о готовящихся и совершенных преступлениях, содействию в розыске лиц, скрывающихся от уголовного преследования, а также проведение совместных учений, оперативно-розыскных и профилактических мероприятий. Я хочу отметить очень высокую эффективность взаимодействия наших министерств, Министерством внутренних дел Кыргызстана и лично Улану Омах-Квайовичем. Наши личные контакты в оперативном режиме мы принимаем, потому что любое решение, потому что мы знаем, что преступность тоже не имеет границ. И в рамках только за 8 месяцев сотрудничества у нас оказано ряд друг другу правовых помощей в розыске, поимке и экстрадиции преступников. Кроме того, я бы хотел сказать, что мы благодаря сегодняшней встрече, благодаря общению с нашими коллегами, имеем возможность принимать очень хороший опыт наших коллег. Также следует отдельно отметить, что в настоящее время партнерство с МВД Кыргызстана по линии оперативно-розыскного взаимодействия с каждым годом улучшается. Совместно с коллегами мы выполняем практически все договоренности, достигнутые между нами с 2017 года, и успешно функционируют в формате межведомственной координационной рабочей группы и руководителей переграничных областей. В свою очередь, участники встречи отметили, что заседание Совета министра внутренних дел государств участников СНГ станет действенной мерой по укреплению взаимодействия между органами внутренних дел стран Содружества, в том числе по таким направлениям, как борьба с экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, киберпреступностью и не только. При этом они подчеркнули, что укрепление личных контактов между министерствами способствует оперативному решению вопросов и обмену опытом. Участники встречи обменялись мнениями относительно мер дальнейшего проведения комплексных согласованных мероприятий по различным направлениям борьбы с преступностью.